Итак, ребятки, всем привет! Сегодня у меня на обзоре навороченный китайский защищенный телефон BlackVue модель BL9000 5G с поддержкой 5G и имеет на своем борту 512 гигабайт внутренней памяти, полтерабайта, очень много памяти и 12 гигабайт оперативки, но плюс еще 12 можно добавить и получится в сумме 24 гигабайта. Внушительный объем 24512. Сейчас такой телефон уже начал продаваться на Алиэкспрессе и сейчас именно в такой версии 12 512 его можно купить за 30 600 рублей с 50% скидкой, якобы сейчас действует еще и скидка. Продается телефон в двух цветах, это вот такая вот золотистая расцветка, ну сам корпус будет черный, но будут золотистые вставки возле камеры, логотип и вот тут по бокам, либо вы можете, если не хотите, взять более скромную версию такого вот с серыми вставками. Ну золотистая выглядит прикольно, реально, как дорогие часы. 12 512. Ну что ж, BlackVue BL9000. Давай посмотрим, на что ты способен. Коробка традиционная для BlackVue, такая белая, здоровая, квадратная. Внутри у нас идет очень мощный блок зарядки, 120 ватт. За 30 тысяч я считаю, что это неплохо. Телефон будет заряжаться действительно быстро, но при этом здесь батарея, ребята, здесь батарея, конечно, гигантская. Здесь батарея интересная. Здесь, смотрите, как сделано. Они написали, что батареи две, то есть 4400 на 2. Две батареи, то есть, как я понимаю, здесь отдельно две батареи, они как-то соединены. Из-за этого у нас получается, что батарея имеет емкость около 9000. А это, как вы понимаете, очень неплохо. Блок питания большой, мощный, тяжеленький, с выходом Type-C. Также двухсторонний кабель USB Type-C. Смотрите, какой толщины. Вот это я понимаю, надежность, да? Смотрите, он уже не перетрется, ничего с ним не сучится. Прям как лапша такая домашняя. Мощно, мощно, мощно. Так, и еще в комплекте есть разные документики. Есть вот такая штучка пластиковая. Это чтобы открыть сим-лоток и чтобы не сломать себе ногти. Так, достаю его из упаковки. Слушайте, ну дизайн, хоть это и защищенный телефон, но выглядит он не так, сказать, ну, не сказать прям как защищенный телефон, такой в типичном понимании. А выглядит вполне себе как обычный телефон. То есть, у него нет никаких вот таких ярких, каких-то диких вставок, каких-то перепадов высот. У него обычная такая, типа, сделанная под кожу задняя спинка полностью гладкая. Здесь две камеры. И что вот это такое? А это у нас второй дисплейчик. Второй дисплейчик сзади, который может показывать время, выводить, уведомления, музыку можно с него переключать. Ну, или просто какие-то, я не знаю, там, что еще на него. А, камеру можно вывести на него, чтобы вы видели, что вы фотоете на заднюю камеру. Так, ну, в целом, знаете, мне прям реально заходит этот дизайн. Он такой спокойный, строгий, не особо вычурный. Тут похоже вот это на два глаза таких, две камеры. Смотрится вполне себе красиво. Вот реально, вот этот телефон из защищенников. Мне не особо нравится их дизайн защищенных телефонов. Но вот этот смотрится как-то наименее отталкивающе. Реально приятный внешний вид. И у него еще толщина, не сказать, что, опять-таки, сильно большая. Нет, нормальная. То есть его держать в одной руке не очень-то тяжело. Он не очень тяжелый, не очень толстый и спокойно может поместиться в карман. То есть вот, например, сейчас вам покажу. Вот, например, 14-й айфон. Ну, видите, что он не сказать, что прям в несколько раз толще. А 14-й айфон, это вообще считается компактным устройством. Вот, например, мой OnePlus 10 Pro. Ну, да, тоже BlackVid чуть побольше. Ну, не сказать, что прям намного. Но он у меня, правда, еще в чехле. Вот, так что по корпусу мне вообще нравится. Справа у нас кнопка включения, качелька громкости. Здесь еще одна настраиваемая кнопка. И вот это вот специальный сим-лоток, который ногтем не советую открывать. Очень тяжело. Можете ногти сломать. Это металлическая вставка. Поэтому как раз вот эта пластиковая штука, открывашка, здесь нужна. Вот так раз поддели и сим-карточку сюда свою вставили. Сим-карту можно вставить одну на эту сторону и вторую на другую сторону. Причем, смотрите, здесь нет возможности поставить флешку. Да, это только под сим-карту. Это значит, что вам придется пользоваться только этой памятью 512 гигов. И расширить вы ее не сможете. Ну, конечно, вы сможете купить какие-нибудь облачные хранилища себе. Загружать все в облако. Какие-нибудь фотографии, видео, файлы. Ну, я думаю, что такой особой необходимости с такой памятью еще ее как-то расширять, я думаю, не будет. Так, в комплекте получается нет наушников. Ну, это само собой разумеющееся, да. Нету никакого чехла. Ну, чехол такому телефону, наверное, тоже не нужен. Потому что он и так уже, считай, как в чехле. Видите, здесь ударопрочные такие углы. Сам он такой ударопрочный. Отпечатки не остаются на нем. Что написано здесь в главных преимуществах? Это большое количество памяти 12512. Это большой экран 6,78. Это говорит нам о том, что можно будет на нем удобно потреблять контент, видео смотреть, какие-то статейки читать, новости читать. Два аккумулятора, каждый по 4400. И что? Фронтальная камера 50 мегапикселей. Это для чего? Они думают, что девушки будут покупать и фотоцены на селфи делать. Обычно такую камеру делают в женских телефонах. Суперкрутую фронталку. Ну и здесь решили тоже сделать в таком типичном мужском телефоне камеру фронтальную на 50 мегапикселей. Так, и задняя 50 плюс 13. Так, вот это похоже на 50, а вот это чуть поменьше на 13. Ну что ж, давайте, давайте. Включаю эту, убираю пленочку. Под ней находится еще одна защитная наклеенная с завода. Ее можно не убирать. Она будет как защищать наш экран от мелких царапин. Вообще, в идеале, снять эту пленку и наклеить сюда хорошее защитное стекло. Но это надо заморочиться, заказать. Включаю телефон. О, Blackview, powered by Android. Ну привет, Blackview. Слушайте, ну да, прикольно. Прикольненький такой телефончик по характеристикам. Ну-ка, включайся. Экран здесь Full HD, защищен Gorilla Glass Victus стеклом. То есть, это хорошая прочная защита, как во флагманах Gorilla Glass Victus. Телефон я разблокировал. Частота обновления здесь у нас 120 Гц должна быть. Смотрите, здесь, в отличие от многих защищенных телефонов, уже не капля, а дырка. Внизу есть, конечно, подбородок. Для управления телефоном используются три сенсорных кнопки, но также вы можете перейти на жесты, убрать три кнопки и перейти на навигацию с жестами, как на айфонах. По типу айфонов, да? Ну, я люблю кнопки, поэтому я их оставлю. Довольно красивая оболочка, приятная такая, яркая, все красочное. Мне нравится, как это все выглядит. Красиво все работает, анимации приятные, плавненько. Так, какая версия андроида? Версия андроида здесь, все параметры. Версия 13, не 14, к сожалению, да. Это пока что 13 андроид, но работает все на Doe QS, фирменная оболочка, Blackview 4.0. Из коробки используется около 29 гигабайт, плюс я еще сюда кое-какие приложения поставил, то есть будет использоваться, ну, примерно 25 гигабайт. То есть перед вами примерно вам открывается 490 около гигабайт. Вам будет доступно. Представляете, как это круто? 490 гигабайт. Такую память нужно еще постараться, чтобы заполнить. Это реально очень много. Здесь же присутствует настройка расширения оперативки. По умолчанию у телефона стоит расширение на 8 гигабайт. Эту функцию можно выключить. Я, например, выключил, и она здесь в целом не необходима. Не необходима. Но нужно перезагрузить телефон, чтобы настройки вступили в силу. Аккумулятор, да, пишет емкость 8800. Это суммируется два аккумулятора по 4400, получается 8800. Интересно, почему они сделали именно два аккумулятора? Почему нельзя было поставить один большой? Почему сделали два отдельно? Может быть, это как-то лучше для того, чтобы они сохранились дольше? Или чтобы не было перегрева серьезного? Ну, решение это интересное, безусловно. По разблокировке. Разблокировка здесь осуществляется с помощью сканера, и он очень быстро разблокируется. То есть, вот моментально, бац, еще он дублирует. Это, знаете, разблокировка, когда он еще вибрирует так, слегка так, цынь, типа подтверждение. Все, он провибрировал, ты увидел, что все нормально, сработало. Также есть разблокировка по лицу. Вот сейчас я пытаюсь, смотрите, нажимаю, смотрю на экран, все разблокируется. Все быстро работает. Так, настройка экрана. Что у нас здесь? Сперва мы поговорим про обычный передний экран, потом еще вернемся к вот этому экранчику, к заднему. Тоже интересная тема. Можно поставить темный режим, темную тему. Можно включить режим защиты глаз, чтобы экран убрал синее свечение, вредное для глаз. Дальше поменять размер шрифта. Если вдруг у вас там зрение уже не такое хорошее, можно увеличить шрифт, сделать его покрупнее. Также можно сам шрифт поменять по стилю. Есть обычный шрифт, есть вот такой вот более тонкий, есть вот еще третий тип шрифта, ну, чуть-чуть тоже отличается от первого. Ну, они такие, минимальные отличия, чисто косметические. Так, размер шрифта. Можно поменять масштаб изображения всех значков, отображение там, да, тоже можно поставить более крупное, либо наоборот более мелкое. Я вот люблю все посередине, средне. Автоповорот экрана включить-выключить. Я сейчас выключил. Время отключения экрана. Через сколько у вас автоматически будет экран гаснуть? Ну, я советую где-то поставить 5 минут, самое оптимальное. Оптимизация. И здесь также можно, смотрите, выбрать экран по цветам, как вам отрегулировать его. Стандартные яркие цвета и можно еще самому настроить. Более холодные, более теплые. Я выберу стандарт. Так, ну и где же у нас все-таки, да, есть светодиод, который будет сигнализировать вам о каких-то пропущенных вызовах, о зарядке, о низком проценте заряда. Режим чтения есть не только режим защиты глаз, но есть еще полностью черно-белый режим. Это когда вы превращаете свой телефон по типу как в электронную книгу на электронных чернилах, и у вас все становится черно-белое. В таком режиме реально удобно лежать и читать что-то прям долго, реально. Если вы скачаете сюда какие-то книги, и чтобы там минут 40, час лежать там перед сном что-то читать, советую ставить именно вот этот режим черно-белый. Это реально похоже на черно-белую книгу электронную, и глаза не будут так сильно уставать. Так, ну и из интересного еще, да, вот плавность экрана регулируется. Есть три регулировки, степень 60 Гц, самая экономичная, 90 более плавная, но и больше потребляет энергии, и 120, самая плавная картинка, но при этом больше энергопотребления. И можно поставить смарт, это автоматическое переключение, когда телефон сам будет подстраивать под определенные приложения разную частоту и плавность. Вот, самый оптимальный, наверное, режим это смарт. Вот, ну и собственно все. Вот такие настройки экрана. Экран реально, на удивление, очень хорош. Здесь нет никаких прикольных технологий, нет никакого закругления, нету сканера в экране, но при этом это хорошее качество, Full HD картинка, пиксели не бросаются в глаза, и он полностью плоский. На него легко будет наклеить какую-то защиту. И он еще защищен, Gorilla Glass Victus стеклом, что тоже очень неплохо. Это говорит нам о том, что он надежен будет при падении, при каких-то мелких царапинах, все с ним будет нормально. Экран этот будет сложно разбить. Двигаемся дальше. Что по железу? Так, по железу у нас здесь установлен процесс... А, нет, давайте я вам сейчас еще покажу по заднему экрану. Вот он, задний экран. Можно, во-первых, поменять стиль часов. Можно поставить свою какую-то фотку. Свою фотку на циферблат. Ну, например, смотрите, я сам себя сейчас сфотую. И эту фотографию я могу просто поставить на циферблат. Изменить часы, какого цвета они будут. Все. И, например... Так, а как ее установить? Все, да? Да, все. У меня появился новый циферблат, буквально за пару секунд сделал. Прикольно. Можете сюда сфотать что-нибудь там, себя, свою семью, еще что-то. Какую-то прикольную картинку и сделать вот такой кастомный циферблат. Также есть циферблаты уже, которые предустановлены, типа вот такого. Видите, часы. Типа там какие-нибудь вот такие простенькие часики. Это тоже AMOLED-экран, это не IPS, поэтому здесь есть такая подсветка. Не совсем экран черный, а серый. Энергию он будет потреблять чуть побольше, чем AMOLED, конечно. Здесь диагональ 1,32 дюйма. Небольшой. Тоже Gorilla Glass Victus. Закрыто это. И частота обновления у этого экрана 60 Гц. Разрешение 360 на 360. Тоже в целом довольно-таки четкий экранчик. Да, здесь пиксели чуть побольше заметны, чем на переднем экране. Но для такого маленького экранчика это не критично. Также здесь можно отрегулировать, насколько он будет загораться у вас. Но чем меньше он, на чем меньше загорается, тем лучше будет энергопотребление. Вот я сейчас поставил 30 секунд. Вы по нему тапнули, он 30 секунд будет работать. Потом он погаснет. Потом можно его также активировать. Дальше здесь можно что поставить, что будет на нем выводиться. Вот музыку. Здесь приложение здоровья. Это у нас данные о погоде. Компас. Можно камеру включить и сфотографироваться. Вот, пожалуйста. То есть вы смотрите, что вы фотоете на заднюю камеру. Для чего это нужно? Чтобы получить более качественный снимок с задней камеры, а не с фронталки. Вот такие вот здесь функции. Ну, конечно, блин, да, 60 Гц. Но такое чувство, что здесь не 60, а 30 Гц. Все так медленно листается. Видите, эти анимации не самые плавные. Мне кажется, что здесь что-то даже меньше 60 Гц. Ну, короче, есть экранчик второй. И пускай он будет. Ничего лишнего, как бы. Пускай лучше будет, чем если бы его не было. Есть также популярное приложение у всех защищенных телефонов. Это набор инструментов, где вы можете включить компас. Где вы можете включить замер высоты. Что здесь еще? Фонарик можно врубить. Фонарик здесь довольно простой. Два светодиода, слабенький. Шумомер. Раз, раз, раз. Мерить шумы. Транспортир. Зеркало. Просто камера врубается. Рингтон. Тревога. Тревога. Так. Лупа. Тоже камера открывается и дается вам приближение. Кстати, хороший зум. Уровень, отвес и барометр. Ну, в общем, такие базовые функции здесь есть. Красиво выглядит оболочка. Реально красиво. Мне нравятся крупные значки такие. По ним не промахнешься. Что по железу? Давайте я вам расскажу. Железо здесь установлено тоже довольно продвинутое. Этот телефон поддерживает 5G-сети. Это значит, что здесь процессор уже не какой-то там Helio, а уже из линейки Mediatek Dimensity. А это значит, что он уже мощнее. И здесь установлен Mediatek Dimensity 8020, сделанный по 6 нанометрам и имеющий частоту 2,6 ГГц. В AIDA64 он определяется как Dimensity 1100. На самом деле это ошибка. Это уже новый 8020. Но они очень похожи с 1100, поэтому он определяет его как 1100. 6 нанометров, 2600 частота. Видео ядро здесь тоже неплохое. Mali-G77. Его можно назвать реально игровым, потому что игру он тянет блестяще. И внутренняя память здесь 512 ГБ. Версия Bluetooth 5.2. В Antutu этот телефон для своей цены, для 30 тысяч, да еще и защищенного телефона, выдает 742 тысячи баллов. И это сейчас телефон, который один из самых мощных, наверное, защищенников. Реально. Даже если бы он не был защищенным за 30 тысяч, это все равно неплохая производительность. 700 тысяч баллов. И этого хватит на несколько лет вперед. У него 4 мощных ядра Cortex-A78 и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55. Также из плюсов, то что здесь у нас есть полноценный модуль NFC. Это значит, что мы можем пользоваться бесконтактной оплатой, добавить сюда свою карточку и ходить оплачивать в магазинах все свои покупки. Все будет прекрасно работать. Еще из плюсов, да, то что здесь быстрая память установлена. У меня, как я понял, это стандарт UFS 3.1, потому что память, скорость 1500 мегабайт на чтение, 600 на запись. Ну, реально, как у флагманских телефонов. Реально, как у какого-нибудь там Poco X6 Pro. Это примерно то же самое, что у Poco X6 Pro. Кстати, я решил проверить, мне стало интересно, действительно, как он в сравнении с Poco X6 Pro себя показывает. И смотрите, здесь скорость чтения чуть лучше, 1500. У Poco меньше, хотя у него память UFS 4.0, здесь 3.1. Но вот скорость записи на Poco побольше. Ты сейчас здесь 646. Но все равно неплохо, согласитесь. И вот как они выглядят рядышком. Это Poco X6 Pro, это Blackview. Вот, посмотрите. Poco поменьше, конечно. Но достойный соперник. Даже по производительности, даже по скорости, все равно он неплохой. Но это телефоны из разных классов. Это защищенник с увеличенным аккумулятором, а Poco как бы нет. Poco это обычный смартфон. Чуть-чуть не порадовал меня троттлинг, потому что троттлинг здесь наблюдается. Он около 50%, хотя нет, 60, да, даже 70. Ну, точнее, троттлинг 30%, на 70% он останавливается. Но график уже уходит довольно быстро в оранжевую зону. То есть, ну, процессор, да, он немножечко греется. Да, есть такое. Вот, а во время прохождения теста, кстати, он не сильно нагрелся в Antutu. Скорость памяти, NFC-шка и 10 касаний мультитач. Во время Antutu телефон прогрелся до 40 градусов и потерял 3% аккумулятора. Так, а это PUBG на максимальную настройку графики. Максимум, что мог выставить, выставил. Знаете, вообще все удачно идет. Я бы прям назвал это как игровой смартфон, потому что, ну, реально, играть удобно на нем. Экран большой, производительности хватает. Памяти очень много, чтобы поставить кучу разных игр сюда и не переживать вообще, что память закончится. Частота обновления 120 Гц тянет. Все отлично. Так что, ребята, вполне на нем можно реально вот так вот залипнуть в какую-нибудь игрушку, типа PUBG или еще что-нибудь. И с комфортом, с кайфом поиграть. Вообще ничего не лагает. Здесь, кстати, еще стерео. Хоть и слабенькое стерео, но из верхнего динамика тоже идет звук. Харман. Харман-кардон, да? Харман. Звук Харман. Аудио-эффектс. Так, где? Ух ты! На меня осмелился, да? Да ты ко мне решил. Вот так вот. Так, кто-то еще бежит. Блин, со всех сторон меня атакует. Что ты будешь делать-то? А теперь поговорим о камерах. 50 мегапикселей основной модуль, 13 мегапикселей здесь сверх ширик. 120 градусов. И довольно неплохо, что они оставили именно ширик. Они стали делать, как многие производители, экономить и делать камеры-затычки, которые там типа макрообъектив 2 мегапикселей или портретный объектив. Максимальный зум здесь десятикратный. Сразу сейчас сделаю фото на него. В этом цифровом зуме. И вот что у нас получается. Ну, конечно, да, видны пиксели. И, кстати, по умолчанию телефон еще ставит внизу вотермарку, что фотка была сделана именно на этот телефон. Но это легко решить. Заходим в настройки. И здесь, во-первых, можно убрать звук затвора. И, во-вторых, можно водяной знак также отключить. Можно, кстати, поставить, чтобы в добавлении к названию модели ставилось еще время и дата, когда вы сделали снимок. Вот. Интересно. Ну, ладно. Окей. Ладно, давайте я сейчас все выключил. Делаем фото в режиме 50 мегапикселей. Что для этого нужно? Нужно сперва включить режим 50 мегапикселей. Для этого заходим 4 к 3. Нет. А где здесь? Размер фото. И включаем режим... Нет, 13. А где... Где включ... А, вот она, 50 MP. Они его перенесли как бы в левую сторону. 50 мегапикселей. Это для того, чтобы получить максимальную детализацию. Изначально у вас телефон будет фотать в 13 мегапикселей. Чтобы получить 50 мегапикселей, нужно включить в настройках это. Это нужно не всегда. Это нужно, если вам действительно нужно рассмотреть на фотографии какие-то супер мелкие детали. И вот как это выглядит. 50 мегапикселей. Но, блин, честно говоря, я вот не вижу здесь 50 мегапикселей. Я сфотвал сам себя, чтобы посмотреть там каждую бровинку. Но посмотрите, разве оно так хорошо, четко отрисовалось? Да нет. Как будто 13 мегапикселей. А по весу такая фотография будет занимать 50... А, подождите, где мегабайт? 9 мегабайт. Но не тянет оно, не тянет на 50 мегапикселей. Так, вторая фотка. Я сфотвал дальний плакат. И здесь тоже видно, что пикселизация. И уже, наверное, вторую строчку снизу можно еще прочитать. Хотя вот здесь уже эта буква, например, слипается. Вот это тоже непонятно. То ли N, то ли K. Ш тоже уже какая-то не совсем четкая. Ну, наверное, бывают фото. Камеры 50 мегапикселей почетче. Это однозначно. Это прям однозначно. Если фото что-то на близком расстоянии, какой-нибудь там тоже текст, то вот здесь должно быть вообще все идеально. О, нет. Не идеально. Ну-ка еще разок. Ну. Слушайте, а что такое? Почему? Почему все так расплывчато? Еще раз. Блин. Что такое? Я, смотрите, я делаю фото. 50 мегапикселей. Телефон не дергаю. Ничего. Делаю фотку ровно. Держу несколько секунд, чтобы он обработал. Потом открываю. А, да, все. Надо было чуть подольше подержать сейчас. Ну, все равно не пахнет 50 мегапикселем. Ну, не пахнет. Ну, вот прям вот посмотрю на это. Ну, не четко все. Ну, блин, 50 мегапикселей здесь, конечно. Так, фронтальная камера тоже самая будет у нас. Да, тоже есть 50 мегапикселей. Сейчас посмотрим, как фронталка. Так, ну-ка, фронталка 50. Ну, блин, ну, тоже не тянет. Ну, тянет на 16, на 13. Ну, не на 50. Ну, нет такой четкости здесь, как на 50 мегапикселей. И волосы слишком какие-то осветленные получились. Все засвеченное. Не, все-таки они далеки пока от идеала. Переключения какие-то долгие. Ну, вот камера у них вот слабое место у всех этих защищенников. Ну, кто бы что ни говорил, сам по себе телефон может быть классный. Характеристики крутые. Ну, вот камеры у них прям печальные все время. Ну, все время такая проблема. Видеозапись тоже. Full HD. 60 кадров есть. Ну, хотя бы научились. А то бывает вообще только 30 кадров. 4K 30 кадров есть. Хорошо. С фронтальной камеры Full HD и 4K только 30 кадров. Вот фронталка какая-то медленная. Так, давайте проверим еще ночной режим. Есть он здесь? Хотя бы. Есть макро режим. Активируется этот ширик. Где-то на заднюю камеру. Вот он ширик, кстати, смотрите. 120 градусов. 13 мегапикселей. Вот такой вот снимок выходит. Так, ну и ночной режим. Ночной. Сейчас в ночном режиме сфотою что-нибудь. Вот ночной режим вывез. Кстати, ночной режим еще более-менее. Ожидал я худшего. Но опять камера, знаете, она вся такая тормозная. Как будто на самом дешевом телефоне. То есть все так медленно все это работает. Весь этот интерфейс. Но ночной режим неплох. Реально для этой цены. Но все-таки, знаете, что я хочу сказать? По камерам за эти деньги, что он стоит 30 тысяч рублей, ты ожидаешь камеру лучшего качества. И все-таки здесь, мне кажется, самое плохое это именно вот то, что они не смогли реализовать нормально софт-обработку фотографий. Потому что все они какие-то шумные. Нет какой-то четкости. Камера медленная. Может быть обновлениями исправят. Но пока то, что я вижу, это не самое лучшее. Кстати, разъем для зарядки здесь закрыт под заглушку, которая легко открывается просто ногтем. Так раз, открыл и все. Сам по себе телефон защищен по многим стандартам. Это IP68 и IP69K. Водонепроницаемость. До полутора метра он выдерживает погружение в воду. Верхний. Значит, здесь еще милость TD810H. Он защищен от ударов до 1,2 метра. Это высота. Он выдерживает падение на землю. Если вы его там где-то с уровня туловища уроните, он спокойно это выдержит. Вот. И он предназначен для температур от минус 20 градусов до плюс 60. То есть ничего с ним не будет, если вы его будете использовать там зимой в минус 17, допустим. Все с ним будет нормально. Но если уже минус 30, минус 40, то уже с телефоном могут произойти какие-то изменения. Лучше не использовать его в таких режимах. Ну и летом, соответственно, плюс 40. Он все выдержит нормально. То есть перегреваться, выключаться не должен. До плюс 60 он держит температуру. Можно работать, если окружающая среда, до плюс 60. Ну и проверка звука от Harman Kardon. Я знаю, что они занимаются автозвуком. Слушайте, он реально крутой. Вот звук здесь четкий. Динамик внизу, динамик вверху. Harman. Офигеть. Просто офигеть. Звук реально один из самых лучших на телефонах. Реально этот Harman Kardon делает вещи. И действительно чувствуется, что здесь звук прокаченный. И дорогие динамики установлены. Вообще, это однозначно 5 баллов. По звуку это один из лучших телефонов вообще. Есть также удобно, что здесь сразу в прошивке приложение здоровья, с помощью которого вы можете отслеживать свои шаги, пройденные с этим телефоном. Если вы его где-то в кармане с собой держите, да, он будет считать ваши шаги, калории, сколько потратили, сколько минут шагали. Вот. Можно здесь добавить напоминание пить воду, например. Сколько вы хотите пить в день. 500 миллилитров, 750 миллилитров. И он вам будет уведомления там какие-то слать. И, кстати, здесь можно забивать именно, что вы попили воду. Попили, сюда занесли эти данные. Ну, то есть, тоже удобно, чтобы следить там за весом, за каким-то... Может, у вас там прием лекарств. В определенное время там тоже нужно пить воду. Короче, телефон довольно интересный. А какие минусы? А, автономка. Автономка крутая, автономка суперская. Две батареи, быстрая зарядка 120-ваттная. Будет хватать в среднем вам на три дня его. Как они заявляют, это 9,5 часов видеоигр беспрерывно. Это 11 часов просмотра видео. Это 20 часов беспрерывно вебсерфинга. 31 час разговоров по телефону. 37 часов прослушивания музыки. И 576 часов в режиме ожидания. Вот такие вот показатели. Хватит надолго. Но при этом, конечно, здесь не самый большой вес и не самая большая толщина. Молодцы, что не стали делать аккумулятор там на 20 тысяч. Я вообще не понимаю. Это очень тяжело с такими телефонами ходить, которые там под полкилограмма весят. Полная зарядка. 120 ватт. Заряжается примерно за час. Плюс-минус 50 минут. Плюс там 10-15 минут потребуется. 50% первых может зарядиться всего за 20 минут телефон. Первые 50%. Идет заряд быстрее, чем остальные. Также есть поддержка беспроводной зарядки. Это когда... Ой, обратной зарядки. Беспроводной это как раз нет. Это когда вы подключаете сюда кабель. Один. Второй разъем к другому телефону. И от этого телефона питаете другой телефон. То есть, когда у вас телефон выступает в роли такого пауэрбанка. То вы можете подпитать своих друзей, родных, там какое-то другое устройство. Вы можете просто подзарядить. Или кейс от наушников. Также взять своих беспроводных. И подзарядить от своего телефона. Тоже очень удобно. Очень прикольно. В целом все неплохо у телефона. Ну, единственное, наверное, камеры подкачали. Камеры не особо крутые. Хотя по техническим характеристикам, по бумаге они крутые. 50 мегапикселей фронталка. 50 задняя. Запись в 4К и на фронталку, и на заднюю камеру. Ну, вы увидели, какого это все качества. И это, честно, не тянет на 50 мегапикселей. Ну, вообще, от слова никак, да. И фотки, получается, вот на фронталку, они какие-то, получается, все засвеченные. Что у меня с лицом? Почему у меня такие засветы на носу? Вот здесь просто какое-то яркое пятно. Просто белое. Все белесое какое-то. Волосы слишком какие-то осветленные. Ну, то есть, ну, вот камера, да. Камера здесь прям печально, что они так с камерой. Все долго работает. Видите, в камеры переключения какие. А так, вообще, нормальный телефон. Хороший процессор выбрали, молодцы. Приятный дизайн. Прикольный второй экранчик. Батарея не сильно большая, но и не маленькая. 8800 как раз, то, что надо. 120 ватт зарядка, пожалуйста. Много памяти. Экран 120 Гц, куча разных режимов. Там, типа, черно-белый, убрать синее свечение. То есть, ну, все сделали, молодцы. Вот только с камерами им решить проблему. И Android, хотелось бы все-таки новый телефон на новом Android на 14. Или хотя бы, чтобы оперативно пришло обновление до 14 андроида. Ладно, вы выпустили его из коробки на 13, но, пожалуйста, там, обеспечьте в течение, там, месяца, двух нам обновление до 14. Вот тогда будет вообще здорово. Ссылка оставлю, ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Это был Blackview BL90005G. Всем счастья, здоровья и всем пока.